Есть какие-то у нас ограничения в плане корректности обсуждений вот такой истинных последней инстанции. Глубочайшие ошибки делает эта инстанция. Причем и на инструментальном уровне. Например, речь идет о социальной политике. А что под ней понимают в российском государственном управлении? Вот в американском понятно, там есть часть бюджета, написанных human resources. Вот там образование, там здравоохранение, там экология, там создание рабочих мест. А у нас есть статья бюджет, называется социальная политика. Туда что входит? Пенсии. Да, пенсии лицам, приравненным к военнослужащим и расходы на учреждения типа Богоделин, хоспис и всякого такого рода. Вот это по рассуждениям Минфина социальная политика. А то, о чем сейчас говорилось о человеческих ресурсах, там все просто несопоставимо с сопоставимыми странами. И динамика абсолютно странная на самом деле. Вот создание 25 миллионов рабочих мест. Любой, как бы, западный там государственное управление знает, что создание одного рабочего места, кстати сказать, президент США, каждую неделю обращаясь к нации, обязательно говорит об этих самых jobs, рабочих местах. Главный индикатор вообще конъюнктуры американской экономики. Да, каждый человек, который этим занимается, знает, что создать рабочее место, это затратить денег. И не только на зарплаты, абсолютно солидарен. Сколько денег стоит одно рабочее место? Вот по опыту экономик стран мира, это примерно 10 тысяч долларов. Перемножьте на 25 миллионов. 250 миллиардов долларов. Олимпиада стоила 50 миллиардов долларов. Кудрин спалил 200 миллиардов долларов в ценных бумагах банкротов американских ипотечных компаний. Сколько там из этих 480 золотовалютных резервов миллиардов долларов на сегодня реально понять невозможно. Потому что одно из обоснований этого правильного решения, свободный плавающий курс доллара, потому что нет денег для интервенций в реальных закромах Центрального банка России. То попалили, то вложили неликвидные бумажки, вот просто бумажки, которые никому сейчас не нужны. Ну и так далее. Поэтому, конечно, тематика невероятно значимая. И перевод акцентов вот с такого экономического, меркантильистского цели образования в российском государственном управлении на гуманитарное, человеческое, что там я бы означал народосбережением со всеми компонентами, о которых говорил коллега Васильев, это очень актуальный вызов. Коллеги, у нас остается два доклада, мы сместились немножко по времени, которое было заявлено, но все пойдет по плану. Просто со смещением. Слово предоставляется доктору технических наук и экономических наук Орлову Александру Ивановичу МГТУ имени Баумана с докладом о математической теории.